Мы продолжаем наш цикл об отважной вере. И эта сессия называется «Что дальше?». Я объясню это название через минуту. Но есть два стиха, которые являются основанием нашего учения. Второзаконие, 31 глава, 8 стих. Там сказано «Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя». Не бойся и не ужасайся. Когда Бог дает своему народу новое направление или ставит нового лидера, то часто в Ветхом и Новом Завете Он говорит «не бойся и не ужасайся». Аминь. Это моя и ваша задача. Мы не будем оставлять поле из-за страха или отчаяния. А они придут. Мы будем видеть страшные и неприятные вещи. Но мы должны принять решение в сердце, не останавливаться, если мы хотим дойти до конца. Мы можем ощущать то же, что Иисус в Гефсимании. «Отец, я не уверен, что хочу этого». Но прежде чем закончить молитву, мы должны сказать «Боже, но не моя воля, да Твоя будет». Второй стих находится во втором послании Коринфянам, 4 главе. Это 18 стих. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». С первых фраз мы видим парадокс. «Как смотреть на невидимое?» «Вы не можете делать это своими глазами». Нам предлагают смотреть на невидимое. В этом парадокс. Иногда в христианских кругах говорят «Вы хотите, чтобы я стал фанатиком?» Нет. Я призываю вас быть верным последователем Иисуса Христа. Невидимое — это не что-то странное. Вы каждый день полагаетесь на невидимое. Если вы пользуетесь мобильным телефоном, то полагаетесь на невидимое. Как он работает? Он цифровой. А, ну теперь-то все ясно. У вас дома есть микроволновка. Вы нагреваете пищу с помощью того, что не видите. Невидимое — это часть вашей жизни, которая не влияет на ваш интеллект. Бог может выдержать пытливость вашего интеллекта. Люди говорят мне, пастор, мне тяжело доверять Богу, учитывая мое образование. Я вас понимаю, я за образование. Учитесь всему, что можете позволить. Я могу быть профессиональным студентом, но я не верю, что вера нарушает мое желание быть рациональным человеком. Верить в то, что невидимое влияет на мою жизнь. Задача отважной веры — помочь нам быть верными, бесстрашными и принимать решения на основании тех вещей, которые наши чувства не могут оценить в полноте. Если вы оцениваете свой духовный путь на основании чувств, то вы начинающий, независимо от того, как давно вы в церкви. Писание призывает нас принимать решения, распоряжаться временем и ресурсами, энергией, мечтами, на основании того, что мы не можем понять полностью с помощью пяти чувств. Это суть нашего цикла, а этот выпуск посвящен тому, что дальше. Мы посмотрим на пророчество. Откроем второе послание Петра, первую главу, девятнадцатый стих. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Это говорит Петр, рыбак. Он невеликий богослов или раввин. Он был рыбаком, пока Иисус не взял его. И под конец своей жизни он говорит, вам стоит обратить внимание на пророков. Хочу вас спросить, кто является величайшим еврейским пророком? Может быть, Исаием, Еремия, Иезекииль или Аввакум? Нет, это, конечно же, Иисус из Назарета. Исаием? Еремия? Иезекииль? Это Иисус. В Евангелии от Матфея, 24 главе, мы видим самое большое пророчество Иисуса. Оно также отображено в Евангелии от Луки, 21 главе. Евангелии от Марка, 14 главе. У нас нет времени, чтобы рассмотреть все три главы, но если вы хотите поработать дома, то можете прочитать Лука, 21, Марк, 14. Эти места актуальны для нас. Мы же рассмотрим Матфея, 24. Иисус находится с учениками на храмовой горе. Они задают Ему вопрос. Иисус говорит им, этот храм будет разрушен. Ученики едва верят в это. После трех лет они научились верить Ему, и когда они оказываются наедине с Иисусом, то говорят, расскажи нам, когда это случится. В их представлении разрушение храма равноценно концу мира. Это все равно, что сказать нам, что Вашингтон будет уничтожен и не восстановлен. Думаю, мы бы решили, что это конец нашей страны, как минимум. Они говорят Ему, скажи нам, когда это случится, и какой признак Твоего пришествия и кончины века. Иисус отвечает на эти два вопроса. О признаках конца века и Его возвращения на землю. Он дает им несколько знамений. Он говорит, что будут войны, голод, этнические конфликты и прочее. Но потом Он дает им главное знамение, которое говорит о Его скором возвращении на землю. И это 24 глава, 14 стих. Он говорит, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, в свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Знамение конца — это проповедь Евангелия Царства всему миру, всем народам. Обычно мы упускаем его, потому что в списке Иисуса оно не самое яркое. Мы охотнее фокусируемся на голоде и этнических конфликтах, небесных знамениях. Но главное знамение, о котором Иисус говорит нам, это проповедь Евангелия Царства по всему миру. Я считаю, что очень важно понимать, что мы с вами играем роль в ускорении пришествия Иисуса на землю. Это наша ответственность. Мы избегали ее, говоря, ну, это задача пастырей. Бога не интересует организованная религия. Я не говорю, что Его интересует организация. Он желает, чтобы весть об Иисусе Христе достигла всего мира. Не думаю, что мы с вами просто так живем во время, когда глобальное общение доступно большому количеству людей за минимальные деньги. Ваш 10-летний ребенок может снять видео на смартфон в обед и до ужина его успеют посмотреть дети во всем мире. У нас никогда не было такой привилегии. Друзья, у нас есть задача. Единственное решение страданиям и мучениям людей это возвращение на землю Иисуса из Назарета князя мира. И главным ускорителем этого процесса являемся мы, когда делимся радостной вестью Евангелия по всему миру. Бог не открыл мне двери, чтобы проповедовать в других странах. Я понимаю, но Он открыл вам двери и дал влияние там, где вы живете. Богу нет смысла посылать вас дальше вашего забора, если вы выступаете за Иисуса даже у себя дома. Зачем Ему посылать вас в другую страну, если у вас нет желания рассказать об Иисусе своему сотруднику? Зачем Иисусу доверять нам миссию, если мы не рассказываем про Иисуса тем, с кем смотрим футбол? Все начинается с того, что есть. Но Бог дал нам задание. Быть смелыми и неутомимыми приверженцами Иисуса. Он говорит, что мы должны быть бесстрашны и отважны. Это значит, что мы столкнемся со страшными и ужасными вещами. Вы готовы? Хорошо. Я рад, что вы оба со мной. Я хочу, чтобы мы посмотрели на два предупреждения, которые Иисус дает нам. Я хочу поговорить с вами о том, что дальше. Что дальше, это самое важное. Вам интересно? Мне тоже. Но если мы не готовы к тому, что дальше, то все остальное не будет актуально для нас. Хочу сконцентрироваться на двух предупреждениях Иисуса. Первое, записанное в Евангелии от Матфея 24 главе 23 стихе. Он сказал, «Тогда, если то скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных». Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. В этой продолжительной дискуссии о том, каким будет мир перед возвращением Иисуса, он предупреждает нас против обмана. Он говорит об этом четыре раза. Это больше, чем предупреждение о голоде, войнах, насилии, ненависти, демонических вмешательствах, больше всего. И Иисус предупреждает нас об обмане. Мне нравится, как там сказано, «прельстить». Я считаю, что это слово помогает понять нам суть заблуждения. Прельститься — это что-то постепенное. Вы идете по тропе, и у вас открывается другой вариант, который уводит вас в сторону. Также стоит обратить внимание на то, к кому обращается Иисус. Он обращается к апостолам, к людям, которых он выбрал, с которыми он пробыл три года, вкладывая время и силы. Это его лучшие друзья и самые верные последователи, но он явно предупреждает их о том, что они могут быть обмануты. Это привлекло мое внимание, потому что в современной евангельской среде мало кто думает об этом. Мы любим говорить о конце века, о том, как мы будем готовиться, где хранить высушенную еду и фильтры для воды. Эти вопросы могут быть актуальны, но мы игнорируем слова Иисуса о заблуждении. Скажу так, если вы не думаете, что можете впасть в заблуждение, то вы уже впали. Если вы думаете, что повторили молитву и окунулись в бассейне, и тем самым обезопасили себя от заблуждений, то вы невнимательны. Иисус говорит эти слова Петру, Иакову, Иоанну и Марии, ближайшим друзьям. Он говорит им, вы должны быть спредельно осторожны с этим. Это повторяющиеся предупреждения. Я несколько дней молился и размышлял над этим, говоря, «Господи, если ты предупреждаешь нас прямым языком о заблуждении, то мне нужно задуматься над тем, как это может случиться». Большинство из нас понимает, что явная аморальность или нечестие активирует в нас сигнал тревоги. Надеюсь, вы это осознаете. То есть это не является угрозой. Вы можете отвернуться от веры, отвергнуть Господа, принять нечестие. Все мы способны на это. Но когда вы поступаете так, то знаете, что поступаете неправильно. Внутри вас звучит звонок. Это не заблуждение, а прелещение. Это выбор нечестия. Не путайте. Многие люди, имеющие частичную связь с христианством, выбирают нечестие. Это не заблуждение. Это выбор в пользу мира. Когда Павел писал Тимофею во втором послании, четвертой главе, то сказал, «Димас оставил меня». Он возлюбил мир и вернулся в Фессалонике. Он не сказал, что Димас впал в заблуждение. Он сказал, что Димас решил, что любит мир больше Господа. И нам с вами приходится бороться с этим. Всем нам, и мне тоже. Мир манит нас каждый день. Вот почему мы читали стих о невидимом. Вам придется сделать выбор. Вы можете упустить возможность прибыли, славы и удовольствий, но все эти вещи не будут основываться на благочестии. И тогда вам будет казаться, что вы упускаете нечто важное. Но на самом деле нет. Библия говорит в послании к евреям, 11 главе о Моисеях. Он выбрал плохое отношение с народом Божьим, чем радости греха на время. Он отказался, чтобы его называли сыном дочери фараона. Он отказался от привилегий дворца, чтобы быть с народом Божьим. Это не заблуждение. Это выбор в пользу Бога, а не духа мира. Заблуждение, обольщение — это когда вы думаете, что идете верным путем за Богом, но оказываетесь вдалеке от Него. Я спрашивал Господи, как это выглядит, как это может проникнуть в нашу жизнь, как это может случиться, как можно обмануть Петра, Иакова или Иоанна. Матфея 4.5. Это есть у вас. Потом берет его... Кого его? Иисусом. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз». Хочу остановиться на минуту. Хочу сказать вам, что дьявол прекрасно знал, что Иисус — сын Божий, вне всяких сомнений. На самом деле, я готов заявить вам, что Иисус знал, что он сын Божий. Но сатана с невероятной дерзостью говорит Иисусу, «Если ты сын Божий». Он прекрасно знал, кто такой Иисус, но все равно бросил ему вызов. Я говорю об этом потому, что уверен, что он бросит вызов тому, что Бог говорит о вас. Он бросит вам в разуме вызов о том, что такое Слово Божие. Каждый из нас может признаться в том, что у нас были сомнения в том, верим ли мы на самом деле. Почему ты такой святой? Ты же знаешь, что не хочешь быть таким. Кем ты себя считаешь? Почему ты молишься за другого человека? Почему ты считаешь себя таким хорошим? У вас ведь были такие мысли? Это не новость. Посмотрите на тактику, которую использует сатана. «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано». Где написано? В Иерусалим пост? Нет. Он собирается процитировать Иисусу Писание. Вы можете поверить? Он цитирует Иисусу Писание. «Ангелам своим заповедует о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Он пытается давить на амбиции, надменность, гордыню. И он делает это с помощью Писания. Смотрите на ответ Иисуса. Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего». Он отвечает ему Писанием. «Мы с вами уязвимы для обмана через Писание». Вот почему так важно, чтобы вы знали свою Библию. Мне стыдно, потому что мне понадобилось так много лет, чтобы собрание начало коллективно и систематично читать Библию. Я не нашел ничего более эффективного для коллективного возрастания в Господе, чем ежедневное, систематичное чтение Библии. Если вы посвятите 15 минут своего дня, то сможете прочитать Библию за год. Есть нечто приятное в осознании того, что все мы одновременно пытаемся разобрать книгу Иова. Да? Книга Иова не самая захватывающая книга в мире. У Иова были не лучшие друзья. Но вы пройдете Иова, потому что потом будут псалмы. Вам станет лучше. Если вы не принимали этого решения, то я хочу пригласить вас снова сегодня утром. Вы можете зайти на наш сайт. Или в наше приложение, и каждый день читать Библию. Если вы начали, ну отстали. Вы прощены во имя Отца и Сына и Святого Духа. И у меня есть для вас стих. Второе послание Коринфянам 11, глава 3 стих. Там сказано, «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву». Это поразительное предложение. Ева прельстилась. Помните, где жила Ева? В саду? Ева жила в Эдемском саду. Сказано, что Бог приходил после полудня и ходил с Адамом и Евой. У них был прямой контакт с Творцом всего. Она жила в саду, но оказалась уязвима для обмана. Это еще до грехопадения. Если Ева в саду была уязвима для обмана, то я предлагаю нам с вами обратить на это внимание. А дальше сказано, «Как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились». Что является дверью для отхода в сторону. Наши умы, наши мысли, ваш ум связан с вашими эмоциями. Если у вас есть момент между мыслями и эмоциями, то этого хватит, чтобы увести вас от Бога. Так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Какова цель? Искренность веры и чистота в посвящении Христу. Есть еще один элемент заблуждения. Сверхъестественная активность. Иисус говорит, «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных везде в Писании, где есть истинный пророк, есть и множество ложных». И мы должны быть внимательней и осторожней. Мы должны знать Слово Божие, знать Личность Святого Духа. У меня осталось еще одно предупреждение. Надеюсь, вы готовы. 36 стих. Иисус сказал, «О дне же том и часе никто не знает, не ангелы небесные, а только Отец Мой один». Он говорит о Своем возвращении и говорит, «Никто не знает». Если вы встретите кого-то, кто говорит, что знает, то что вы узнаете, что они не знают? «Я бы не начинал с ними спорить. Я бы просто улыбнулся, развернулся и побежал в другом направлении». А затем Иисус дает нам указатель. Он говорит, «Но как было во дне Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Это заявление. После него идет объяснение. «Но как было во дне Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого». У нас нет времени, чтобы открыть книгу бытия и посмотреть на дни Ноя. Можете сделать это сами. Иисус говорит, «Ибо как во дни перед потопом, ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех». Это странное предложение. И не та часть, где проели и пили, женились и выходили замуж. Это все обычные дела. Но до того дня, как вошел Ной в ковчег, люди ничего не понимали. Ной был проповедником правды. Ной не построил маленькую лодочку, которую он потом поместил в бутылку в гараже. Ной построил ковчег на сухом поле. Он не построил его в порту или на побережье моря или реки. Он построил его на сухом поле. Ной говорил им, предупреждал их вновь и вновь на протяжении многих лет. Но Иисус говорит, что это поколение не знало о том, что случится, пока не погибло. Что они делали? Он дал нам ответ. Он сказал, они ели, пили, женились, выходили замуж. Это не нечестивые вещи, не аморальные вещи, не языческие вещи. Они были увлечены жизнью. У Луки в 21 главе мы видим более обширный список. Сказано, что они продавали и покупали, сажали и строили, ели и пили, продавали и покупали, сажали и строили. Они не обращали внимания на невидимое. Опять же, это Иисус предупреждает нас, не пастор. Я просто говорю вам слова Иисуса. Мы должны хранить наши сердца. В указанных делах нет ничего плохого. Но люди, которые занимались ими, погибли. Храните свои сердца. Какое указание Иисус дал нам? Он сказал, что Евангелие Царства будет проповедано во всем мире, и тогда наступит конец. У нас есть задание. Задание? Если мы говорим, ну, я сказал молитву и окунулся в бассейне, так что со мной все будет хорошо, вот тогда мы обманываемся. Если же вы говорите, мне кажется, что Бог больше не творит чудеса, вы тоже обманываетесь. Я поражаюсь тому, сколько всего мы упускаем из Божьих инициатив, но мы видим явное предупреждение Иисуса. Друзья, мы живем в уникальное время. Бог движется на земле. Мы имеем невероятные свободы и права. Я не пришел сюда для того, чтобы принести тяжесть или осуждение. Я хочу принести ясность. Царь грядет. И у нас есть наша роль. Он не против того, чтобы мы женились и выходили замуж, продавали и покупали, ели и пили. Он дал нам возможность делать все это. Но я хочу, чтобы все эти вещи находились в субординации моему желанию, моей вере и моей чистоте в Царстве Божьем. У нас уже была проповедь, но я подготовил для вас молитву. Мы разберемся с остальным в другой раз. Когда она лежала у меня на столе, то выглядела очень простой. Когда же я встал, у меня появились новые слова. В конце ваших записей есть молитва. Давайте встанем. Быть вместе — это большая привилегия. Другие верующие — это одна из лучших защит против обмана. Вам нужны люди, которым вы доверяете в вопросах истины Божией и вашей жизни. И вы должны слышать их, должны сотрудничать с ними, когда они общаются с вами. Вы не должны отдавать своей власти. Мы следуем за Духом Святым, но никто из нас не может пройти путь сам. Нам нужны другие верующие. Это истина. Посмотрите на соседа справа и скажите, «Мне нужна твоя помощь». Некоторые из вас не знают, где право. А теперь посмотрите на соседа слева и скажите, «Я не очень уверен в тебе». Хорошо, нашли молитву. Давайте прочитаем ее вместе. Отец Небесный, дай мне смелость, чтобы признавать Иисуса каждый день. Дух Святой, дай мне мудрость, чтобы видеть возможности вокруг меня. Господь Иисус, я хочу, чтобы мой выбор был приятен Тебе, чтобы я мог служить Тебе в вечность. Вся хвала Аганцу. Да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. В наше время знание того, что Бог — ваш источник, дает вам чувство уверенности и защищенности. В подарок за ваши пожертвования мы вышлем вам проповедь пастора Аллена, «У вас есть мощный источник». Это проповедь о том, как Бог оставался верным Ветхом и Новом Завете, и о том, как ценно его слово. А если вы пожертвуете более 25 долларов, то получите еще и набор вдохновляющих открыток красивого дизайна. Этот набор — эффективный способ делиться своей верой. Заказывайте эти материалы прямо сейчас. Контактная информация сейчас на ваших экранах. Спасибо за поддержку служения Аллена Джексона. В наше время знание того, что Бог — ваш источник, дает вам чувство уверенности и защищенности. В подарок за ваши пожертвования мы вышлем вам проповедь пастора Аллена, «У вас есть мощный источник». Это проповедь о том, как Бог оставался верным Ветхом и Новом Завете, и о том, как ценно его слово. А если вы пожертвуете более 25 долларов, то получите еще и набор вдохновляющих открыток красивого дизайна. Этот набор — эффективный способ делиться своей верой. Заказывайте эти материалы прямо сейчас. Контактная информация сейчас на ваших экранах. Спасибо за поддержку служения Аллена Джексона.